Мы сплели два крылышка, разделили. У каждого крылышка берем по две ниточки. Джутовый шпагат, веточка из леса и ловкость рук – это все, что необходимо для создания уникальной подделки для интерьера. Жители округа решили поселить в свои дома крафтовых сов, сделанных в технике макраме. Необычному умению горожан научили на мастер-классе в рамках проекта «Химке интересно жить». Провела его специалист по декоративно-прикладному искусству Карина Рязанцева. Мне нравится работать своими руками. Не то, что вязать дополнительный элемент нужен, а вот нитки – это другое. Их прям чувствуешь, каждый узел можно распустить. Есть такие узлы, которые потянешь заодно и распустится весь ряд. Это и увлекательно, и интересно, и завораживается. Я думаю, что все-таки что-то свое, и мозг работает. Сначала необходимо нарезать шпагат равными отрезками, сложить 7 нитей и приступить к плетению. Подделку начинают с головы птицы и заканчивают роскошным хвостом. Размеры совы и плетеные узоры зависят только от фантазии автора. Проект «Химке интересно жить» радует химчан больше года. Многие жители стали активными участниками занятий. Светлана Юртаева старается посещать творческие встречи вместе с дочкой. Это полезно для ее развития, считает молодая мама. Это навыки новые, это интересно, это общение с ребенком прежде всего. Это прежде всего ради нее. Это познавательные такие истории, которые в принципе полезны для развития прежде всего моего ребенка. Творческие спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. В газете «Химкинские новости», например, есть даже специальный раздел. А есть вот внутри газетки наша айпиша, в которой мы можем посмотреть, что происходит и в каком районе выбрать для себя следующее мероприятие. Больше информации размещено в соцсетях по хэштегу «Химкиинтересно жить» и на специальном сайте.